Арендаторы и арендодатели, как правило, применяют одинаковые ключевые понятия для цели идентификации, признания и оценки договоров аренды. В этом видео мы ознакомимся с такими ключевыми определениями, как дата начала арендных отношений и дата начала аренды, срок аренды и арендные платежи. Итак, давайте начнем с даты начала арендных отношений и датой начала аренды. Датой начала арендных отношений является более ранее из даты заключения договора аренды и даты принятия сторонами на себя обязательств в отношении основных условий аренды. На эту дату МСФО 16 требует, чтобы клиенты и поставщики определяли, является ли договор в целом или его отдельной компонентой договором аренды. Дата начала аренды – это дата, на которую арендодатель делает базовый актив доступным для использования арендатором. Эта дата как раз таки и является отправной точкой учета аренды финансовой отчетности. Например, дата подписания договора 20 января 2019 года. Эта дата будет являться датой начала арендных отношений. На эту дату необходимо определить, является ли договор в целом или его отдельной компонентой – договором аренды. Дата вступления в права владения базовым активом – 1 марта 2019 года и дата выплаты первого арендного платежа – 1 мая 2019 года. Если арендатор вступает в права владения активом до того, как начинает платить арендные платежи, считается, что срок аренды наступил. Дата начала аренды не зависит от того, когда начинается выплата арендных платежей. Таким образом, 1 марта 2019 года арендатору необходимо признать в учете актив в форме правопользования и обязательства по аренде. Срок аренды. Организация должна определять срок аренды как неподлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион, и периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор не исполнит этот опцион. На дату начала аренды организация анализирует наличие достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит опцион на продление аренды или не исполнит опцион на прекращение аренды. Для этого организация учитывает все уместные факты и обстоятельства, которые обуславливают наличие у арендатора экономического стимула для исполнения или неисполнения опциона. Примеры факторов, которые необходимо учитывать, включают в себя следующее. Условия для дополнительных периодов в сравнении с рыночными ставками, значительные усовершенствования арендованного имущества, которые будут иметь значительную экономическую выгоду для арендатора, когда опцион на продление или прекращение аренды можно будет исполнить. Затраты, связанные с прекращением аренды, например, затраты на переговоры, затраты на перемещение и значение такого базового актива для деятельности арендатора. Например, допустим, что организация заключает договор аренды оборудования, срок которого включает неподлежащий досрочному прекращению трехлетний период и опцион на продление на два года с фиксированной ценой исполнения. При этом предполагается, что будущие арендные платежи будут приблизительно равны рыночным ставкам на дату начала арендных отношений, отсутствуют штрафы за прекращение аренды, либо другие факторы, которые указывали бы на наличие достаточной уверенности в том, что организация продлит договор. Итак, на дату начала аренды организация определяет наличие достаточной уверенности в том, что она исполнит опцион на продление. Учитывая все указанные факторы, организация приходит к выводу, что не воспользуется опционом на продление аренды на два года, и таким образом срок договора аренды составит три года. Следующий пример. Допустим, что организация заключает договор аренды здания, срок которого включает неподлежащий досрочному прекращению трехлетний период и опцион на продление на два года, цена исполнения которого определяется на основе рыночных ставок. Прежде чем вступить в права владения зданием, организация оплачивает усовершенствование арендованного имущества. Ожидается, что данные усовершенствования будут иметь значительную стоимость в конце трехлетнего периода, и такая стоимость может быть достигнута, лишь же за счет постоянного владения арендованным имуществом. На дату начала аренды организация должна определить наличие достаточной уверенности в том, что она исполнит опцион на продление. Если организация откажется от продления аренды, то в конце третьего года она понесет значительные экономические убытки. Таким образом, на дату начала аренды организация решает, что воспользуется опционом на продление на два года, и в таком случае срок аренды составит 5 лет. Теперь давайте посмотрим, что значит арендные платежи. Арендные платежи представляют собой платежи, осуществляемые арендатором в пользу арендодателя, и включают в себя следующее. Фиксированные платежи за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению от арендодателя. Договор аренды может предусматривать платежи в пользу арендатора, стимулирующие подписание данного договора, например, возмещение арендатору расходов, связанных с переездом. Арендные платежи включают переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки. Также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион. Выплату штрафов за прекращение аренды и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям ликвидационной стоимости. Более подробно об арендных платежах мы рассмотрим в следующих видео. А пока на этом все. Спасибо за внимание.